Всем привет, ребята! Меня зовут Руслана, и сегодня я вам покажу все основы хендлинга, особенно юного хендлинга. Я сама занимаюсь недолго, примерно чуть больше полугода. Вот, и сегодня я вам покажу, что нужно делать на конкурсе юного хендлига, а что не нужно. И давайте мы начнем. А перед началом этого видео я советую вам подписаться на одну группу ВКонтакте. На нее ссылку я оставлю в описании. Девушка продает очень красивую амуницию и игрушки для животных. И вы можете купить что-то своему питомцу в этой группе. Миша, достань, пожалуйста. В этой группе. Ссылку я оставлю в описании. А мы начинаем. Нельзя! 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 А для этого видео мне понадобится сумочка для лакомств с самими лакомствами, потом ринговка или удавка, и, собственно, сама собака. Эй, собака! Собака, здравствуй. Ой, ты весь в соплях. Миша, ну ладно. Так, сначала я вам покажу, как нужно одевать ринговку на собаку. У меня удавка. Ринговка такая. Есть именно удавки. Ну, есть именно ринговки. Хотя у меня сейчас, я помню, здесь нет, я вам показать не могу. Можете посмотреть в интернете, в канале Бризик. Вот моя удавка. Мы одеваем, так вот, через море собаку. Одеваем под уши. Ринговку одеваем прям под горло. Вот, видите, она черненькая здесь. Прям под горло и прям под уши. А потом у нас есть фиксатор такой. Я его обычно сюда немножко, почти впритык, передвигаю. И вот так вот у нас собака уже на ринговке. Вот. Вот она, видите. Я вам покажу. Также мы должны постоянно давать собаке лакомство, даже чтобы просто дать ей понюхать, чтобы она была заинтересована. И не была просто какая-то тухля вот такая вот, чтобы она вот смотрела четко в одну точку. Вот. Сейчас я вам покажу, как нужно правильно в конкурсе держать ринговку. То есть ринговка у вас вот так вот болтаться, висеть не должна. То есть она не должна быть у вас вот так вот намотана вот так на руку. И вот так вот бежать, и вот так вот тянуть собаку души. Вот так тоже нельзя вот так ее держать. То есть ринговка должна всегда быть сложена в руке. То есть мы берем вот так вот. Этому нужно научиться. Одну руку вот так вот складывать. То есть мы поставили собаку, взяли ринговку вот так вот в руки. Сложили, чтобы я не была практически видна. То есть если мы начинаем бежать, то есть Миша встал, начинаем бежать, я немножко отпускаю ринговку, она становится длиннее. Потом опять же так же собираю. Вот. Реставим собаку столько. Берем ринговку. Опять же ее сворачиваем. Показываем собаке лакомство. Также можно обвести вокруг шеи и давать лакомство, пока мы переставляем лакомство. Сначала переставляем передние лапы. Хорошо. Дерем собаке вкусняшку. А потом переставляем сзади. Стой. Стой. Только наверх. Только наверх, не назад, а вот наверх. И протянуть собаку за кусочком вперед. Чтобы сделать ей шею. И сейчас мы идем домой, потому что начался дождь. Мы потом доснимем. Сначала переставляем передние лапы. Переставляем лапы. Ставить нельзя. Только под лапой сверху. Сначала переставляем передние лапы. Стой. Нельзя. Если собака переставляла лапу, то мы не даем ей вкусняшку. Потому что у нее просто я трогаю. Я покажу вам вкусняшку. Хорошо. Теперь, ребят, по поводу бега. Смотрите. Вот наши ноги. Вот так вот бегать. Нельзя. И на носочке можно. И шлим только. На пятку переставляем ногу. И вот так переходим. То есть мы идем вот так вот. Вот так вот. На пятку. С пятки на носок переходит нога. Вот так перебегаем. Сейчас покажу, как это должно выглядеть. Теперь, ребята, попробуем долго показывать зубы. Собака может не любить показывать зубы. Нужно показать ей вкусняшку. Давай. Вот. И то есть, смотрите. Во-первых, при показывании зубов эксперту, собаке должна пасть спать зуб. То есть, вот так зуб показывать не нужно. Только когда пасть закрыта. То есть, собаке нужно закрыть пасть или научить ее, чтобы она ее сама закрывала. Потом показываем. Вот так вот нельзя показывать. Собаке это не нравится. И она может начать закрывать рот, облизываться. Убирать голову, потому что вы ей закрываете ноздри. Вот так вот, проход. Она не может дышать нормально. Поэтому мы закрываем рот. И мы как-то берем вот здесь вот сбоку за бурлики. Миша. Так, нужно, кстати, придумать какую-то команду. У меня эта команда зубы. Можете придумать как зубы. Покажи, дай. Ну, то есть, как хотите. Это уже ваше дело. Миша, зубы. Зубы. То есть, мы берем так сбоку. Закрываем. Зубы. Теперь, с волком. Мы берем и отодвигаем вот так губы. Показываем эксперту. Миша, зубы. И так же с другой стороны. Да. Бывает такое. Вообще, лучше в ринге показывать, чтобы собаку умела стоять показывать зубы. То есть, дай. То есть, собаку мы поставили стойку. На этот момент она должна стоять, и мы показываем зубы. Но бывает такое, что собака боится. То есть, мы ее должны посадить сюда. Посадили за собаку. И когда мы начинаем показывать зубы, если собака боится, мы должны встать вот так, чтобы она не могла пройти. То есть, ноги так прижимаем, чтобы она никуда назад не смогла пройти. Показываем пока вперед. И как показываем сверху, саду. Это письмо заканчивается. Это была первая часть. Во второй части я вам расскажу про фигуры. Это основы, большая часть юного холинга. То есть, ну, тут я рассказала большую часть. Во второй части будет меньше. Но все равно, если вы хотите вторую часть, вы пишите в комментариях. Вот. И здесь я вам видео понравилось. Поставь лайк сверху, подпишись на мой канал. И все пока-пока.